Мы пережили нелегкие времена 2014, особенно в 2015 году, когда наш давний клиент, с которым мы работали 9 лет, компания TransAero, пошла банкрот. Мы потеряли много-много денег, долги большие, но мы это все пережили, и это был очень серьезный толчок для того, чтобы сделать диверсификацию портфеля своих клиентов, потому что в 2013-2014 году 80-90 даже процентов доходов приходило из России и страны СНГ. За 2017 год только 30%. Мы, конечно, смотрим с открытыми глазами на рынок России, на страны СНГ, нам здесь нравится, мы знаем русский язык, и мы работаем и будем работать, но мы смотрим и по сторонам, потому что наше географическое положение, мы говорим, что мы посередине Европы, и за три часа лета мы можем достичь и Великобританию, и Северную Африку, Турцию, половину России, и Скандинавию наверху, то есть на севере. И мы пытаемся, и нам получается работать со всеми клиентами, которым, скажем так, логично к нам лететь. Ну вот, в принципе, такая вот ситуация. Если мы говорим про человека-часы, которые мы продали у нас в ангарах, да, это я буду брать только ангар Вильнюсе в Каунасе, это Лития, да, грубо говоря, будет 460 тысяч человека-часов. Вот, ну, планируем процентов где-то на 10 поднять в 2018 году. Мы смотрим на этот рынок, мы там находимся, у нас есть ангар в Индонезии, в Джакарте, у нас есть такой офис продаж в Таиланде, Бангкоке. Мы теперь работаем над проектами в Китае для открытия ангара, мы работаем над проектом в Таиланде. Есть предложение делать проект в Индии, может, еще будем в компании покупать уже готовую МРО-организацию с ангарами в том регионе, то есть, ну, не могу вдаваться в детали, да. И, конечно, мы видим, что спрос на МРО-услуги там очень большой, рост рынка очень большой, потому что, ну, страны, то есть, людей, население, количество очень большое, уровень жизни поднимается, они все садятся на самолеты и летят. А, как мы все знаем, каждый самолет, он без обслуживания, он не летит. Ну, из-за этого мы там. Но, конечно, рынок Европы, России, страны, СНГ, это, конечно, работаем, будем работать, развивать. Ну, скажем так, если посмотреть на Фэлтехникс, там, 4 года назад, да, вы правы, а если посмотреть на сегодняшний день, уже ситуация меняется. Если будем смотреть на Фэлтехникс в 2019 году, то есть, я думаю, что те планы, которые у нас есть, мы достигнем, да. Ну, вот, и тогда вы поймете, что мы и в Китае, и в Таиланде, и в Индонезии, может, в Турции, и, конечно, и в Вильнюсе, в Каунасе, в Литве, и еще где-то. Скажем так, я не могу раскрывать, скажем так, детали, но мы готовимся к очень серьезным проектам, который даст нам финансовый очень серьезный толчок для того, чтобы мы дальше развивались. Продаваться мы не планируем пока, вот, но что будем кого-то покупать, это точно. Я очень большой фанатик бережливого производства, на английском языке lean, lean management, то есть, я внедряю в Фэлтехниксе это 4 года, у меня опыт этого где-то почти 10 лет. Я в компании до того работал, там тоже этим делом заниматься, занимался очень в это верю, в принципе, неплохо все получается, и самое главное это то, что, скажем так, подсчет человека часа или подсчет каждой секунды нашего технического персонала, когда он работает в ангаре, это система, которую мы создали сами, внедрили, она очень хорошо работает, и вот этот подсчет дает нам очень хорошее понимание, где мы эффективны, где мы неэффективны, потому что компании западные, западные, как это сказать, западноевропейские компании, у них вопросы, конечно, это ТАТ, то есть, когда самолет заходит в ангар, и когда ты его выдаешь, это вопрос номер один, потому что зарабатывает деньги самолет только тогда, когда он летает, когда он стоит в ангаре, это у них убыток, и все процессы должны быть сделаны так, чтобы как можно быстрее выдать самолет. Вот, и эта система, которую мы внедрили, и бережливое производство, в принципе, подход эффективности к этим процессам дает нам большую конкурентоспособность, мы подняли зарплаты очень серьезно своему техническому персоналу, вот, конечно, требования подняли этим людям, учения и так далее, подобное, ну, в принципе, все получается. Я могу сказать так, когда мы внедрили систему, мы поняли, сколько процентов реальных человека часов мы продаем, так после внедрения мы подняли это почти на 25%, вот это уже очень конкретно, то значит, с этим самим количеством персонала мы вырабатываем 25% больше человека часов, за которые нам платит клиент. Вот, знаете, скажем так, наши коллеги в России имели, думаю, так, два года отдыха, если так можно сказать, у них реально, скажем так, расходы остались почти на том же самом уровне, а доходы вырасти из-за того, что рубль упал, вот, и они могли очень, там, скажем так, за 30 евро продавать свой человек от часа, у них все хорошо получалось. Теперь я из того, что я слышу, что происходит в России, это отдых уже, каникулы закончились, люди хотят поднятие зарплаты на 20, на 30 и больше процентов, и уже ихний человека час приблизился, если мы смотрим в евро, приблизился уже к человеку часу, который мы просим у своих клиентов, то есть, то значит, что мы теперь уже можем наравне конкурировать с ними, и, знаете, тут от Москвы до Вильнюса лететь не так далеко, то есть, в один час, и мы можем предложить уже хорошую цену для российских операторов и конкурировать, что мы и делаем. И Red Wings, и Nordavia, и Ямал, мы работаем с Аэрофлотом, делаем определенные проекты. Ну, наверное, в прошлом году это все. Раньше работали серьезно очень с авиакомпанией Россия. Продолжение следует...